вот скажем так ну вообще да ну там у всех шанс есть там у всех шанс есть то что одна ошибка какая-то крупная этого нет и ты можешь воспользоваться и помним команду анон из перу которые приехали франкфурт и best of один взяли алхимика и отправили newbie отдыхать а сами прошли во второй раунд и заняли там где 12 это было хорошо смотрите параллельно и другие трансляции ребят прямо сейчас идут еще несколько очень интересных матчей уже escape gaming здесь wings alliance на третьем стриме и ул джинниус против тинси очень интересный матч на стриме по трамме 4 ну и нави играет против лжи на первом стриме ну и еще на олимпиаде играет алжир с гондурасом футбол это тоже можете смотреть я серьезно сейчас просто на нашем пятом стриме комментирует и не за это моего шторм с фарсом клево тыщет за у него и почему я им самую лучшую игру отдал в этой серии стадии драфтом титан first пиком для ул джим escape gaming отвечают огромагом и ногой сиреной уже забирают себе леона с иллюзиями уже есть чем пободаться ну вообще явным фаворитом в этой встрече понятное дело выступают ол джи тут бесспорная ситуация в этом escape gaming пока звезд с неба не хватают очень редко у них получается одолеть кого-либо а уж а одолеть ол джи которые сейчас в очень даже неплохой форме будет невероятно трудно 4 бан кого стоит убрать же такой приложуха нашел на телефон ну-ка давай что она делает крутая ну типа лайв ведет амуты и ил джиннис против тенсии всем тем к уже преимуществом прикольно прям прям хорошая хорошая приложуха да ну и в принципе я телефон дорогой он поддерживал конечно конечно смотрю такое не вообще кстати если вы следите за трансляциями кстати есть очень хороший и вот сайт который запустили наши коллеги из киберспорту и на вконтакте есть группа в каком сэш киберспорту нижней подчеркивая лайв либо просто на сайте киберспорту там вот в лайве все матчи можно следить такой текст и репортаж идет так далее ну на правах рекламы целого бойц не ну действительно удобно как бы просто проблема в том что я вот например на двух мейджорах я лично вел там telegram группу где все сообщал зрителям сейчас ну честно ребят просто не хватает времени уж простите поэтому этим занимаются другие другие собственно люди мы ну никак вот не к заканчиваем очень поздно нужно еще прийти записать начитку или там вечернего вольта вам это записываешь ложишься спатью и ты уже с утра здесь ну да без мастер появляется у escape gaming хороший выбор как по мне герой который может уходить в лес выфармливать нормально я думаю что уже готовят платформу для кого-то морфлинга и что-то подобного вот есть титан и партшот ган титан смотрится очень круто можно взять еще вайда борозда туда-сюда я жду появление феникса в какой-то момент а тот же они и так за не совсем морфлинг и такс почему акс почему акс почему акс да зла нет так надо никто не спорит там слои мне кажется понимает что в доте поэтому может позволить себе и акса да он не только акса может позволить хороший пул против них трудно играть большой набор героев что ждем дальше четвертый пик от эскейпа я так все-таки понимаю что надо сейчас выбирать или наконец будет оставлять героя для кое-кво а кто подойдет гормак бестмастер слушай я бы взял на x а под ластиком под ауры бестмастера по ходе будет дай боже ты вообще герой просто хороший до природе и она неплохо против титана неплохо но это энчантрас энчантрас мы сегодня уже видели не взлетела но они пушить собрались бестмастер энчантрас не крачи все это бафается все это бежит бьет сумма на энчантрас чухи лакота не хватает на его уже здесь не взять может быть банша это в мид нога сирена на изи кстати с большой играли они и ну то есть умеет как бы вообще претензий койк вы быть не должно койк умеет играть на всех то есть это факт просто не всегда получается хорошо исполнять да как бы ну как не крути все-таки команда уровнем не самая крутая на этом турнире но работает довольно неплохо они молодцы пробрались показывают то что могут периодически играть и пики у них интересные зачастую там аппаратов берут иногда не от морфинг то о чем я говорил то что титан это сейчас часто платформа для фундамент так сказать для морфинга который потом появляется и шутгана начинает разваливать убирает армор опять же ты берешь титана ты уже знаешь что его не возьмут против морфинга а морфинг армированный молодой человек ему очень не нравится когда весь его белый армор отлетает одним нажатием кнопки от титана поэтому это пикабан escape gaming 5 бан что здесь стоит убрать титан акс морфинг я так понимаю что оффлейн остается для у джи титан же будет саппортом остается оффлейнер тейд хантер патрайдер в бане тайт гюнтер это был бы хорошего это смотрится круто то что он здесь вот минус банша не уверен что это не оффлейн будет начнитесь акс может быть оффлейнером тоже такой вариант рассматриваю просто думал что акс может и в мид пойти мир к может на всех героях поэтому угадать на чем он будет играть в этот раз очень трудно ну времени еще у джин овалом просто 45 бонус тайма от пуша защититься если на катере я бы до какого-то убрал что он драгон форме не настреливал по товарам если нога в мид то дать ему как нога в мид ну койка тоже играл на ноги нога герой такой просто не видит идет легко и на изи lane чего уже довольно неплохой набор сейчас героев классно по всем параметрам удобно и опять таки тот самый ад для муна мы помним вчера на нем читерил этом героя серьезно так читерил читер минутка ну давайте уже пора уже скрывать карта но зачем вы знаете против чего мне хочется играть против кого-то инициатор который может морфингу помешать вот такая еще раз говорю с каким-то сильверейджем и станчиком может морфингу нервички подпортить пока тут видишь бестмастер который вынесет рефрешер и нога и гормак морфа пока тяжело убивать очень тяжело акса тяжело убивать хотя с другой стороны стану гормагом рор бестмастера ну да это сетка от ноги сетка от энчантрас в теории его можно поколотить на самом деле ну конечно если в пятером не нападать можно еще слара какого-то убрать что сларк неприятный герой ворует статы когда собирает айтемы на так спит они ботов юрий и рапиру ты прав 10 секунд задумался fly я думаю знаю это недавно что брать у сегодня не день зевса сегодня не день зевса это не лови зевса но сегодня просто не день зевса ну блин как можно брать зевса в день когда девса кикнули знали это мне здесь очень нравится сети сейчас объясню почему во первых титан это магический этот урон во вторых он просто собирает вы его в дискорд здесь начинается тотальный разнос морфинг просто прокатывается ли он там дает палец кого-то титан подсобил и все это разлетается просто разлетается ну эра будет играть на патме выбор тоже неплохой попасть ару здесь не будет большой проблемой но контроль есть сетка опять же стану гормага ару запускаешь все хорошо ну то что не день зевса это факт у нас же нет героя simple если бы нет любой самый простой герой это по сути simple но simple он же простой а именно прям чтобы вызвали так чтобы звали simple это рискинг рискинта немного немного кнопок он реально simple ты prediction выставляй хватит собирать халяву а а я не могу не фиг было за руль садиться я же не знал где руль вот именно та самая машина у кастеров свои приколюхи вы да мы будем рассказывать escape gaming синдром играет на угромаге койка сыграет на наги сарен я обзор буду открыть на энчантрис эра номер они ки-зу 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 я у него переспросил ки-зу и как он сам на ки-зу именно даже не не ки-зу а ки-зу так вот только очень короче на дубль ки-зу на без мастера ки-зу 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 это знаю я хочу это значит как бы сказала нс ол джи fly будет играть на лионе крит элдор титан miracle зевс мун будет катать на аксе но тэйл на морфлинге посмотрим ну что давайте смотреть напомним что 5-3 у команды ол джи и сейчас тата уже идут верхней часть турнин таблицы отстают немножечко они от команды evil genius из которых 62 но и принципе наравне они идут с тенсии с алаенса то есть вот как раз к эти четыре команды сейчас борются напомним что тенсия ой друг друга будет играть драка на двух рунах у нас одновременно начинается ну и снизу она ничем не закончилась а наверху мы не могли открыто тоже принципе ничем не закончил тоже ничем единственное что 2 баунти руны достались команде ол джи если что забрал зевс но это хорошо уже мы помним когда-то была статистика что там винрейт чем он горит этот фласк наверное есть или на база мой сходить что фласка сейчас сразу тратит а не имеет никакого смысла дайм он просто пойдет домой я на т.п. у нее как раз натикает он прилетит чуть-чуть времени потеряет пачку крипов но он у фейнер он знает как жить в условиях когда ты определен вниманием крипов так что я в лес пошел на вместе вообще незачем да кстати начать делать ждать когда стянется саппорт дадут тебе один стан прийти таро у тебя просто заберут думаю это бессмысленно согласен абсолютно бессмысленно поэтому я уверен что пойдет пойдет он на точку лу или чем . уже завар ах как красиво то играет команда escape начали сразу ему нужен сложную все-таки там ему будет веселее и решил что так будет наверное попроще хиазу на топе проблему хиазу довольно серьезные прогоняет его к ритме смартфон ну вот мы видим видно что не будут давать у меня вот этому бестмастеру свободы огромной мир выпивается кларите ну это круто на самом деле ты можешь большого оранжа разминать койку разминать крипчиков пытается койку как-то зоне зевсом и так просто на самом деле там бегает ну говорите позволил сбить кажется дешево продукт варить она бы еще очень долго висела и вся ра просто 3 уровня такой с руки булки был ли он на этом турнире вот попал с такой я здесь а по мне было по-моему не было зевса но на наших катках точно но он небольшие проблемы сбивает говорите пошел эра дальше а ролл пролетает мимо ему вроде как уйдет знаешь по-моему это даже большие у него были проблемы суши он еще и на развороте крипа решил убить просто настолько наглый товарищ а тучи баунтиру на выложил поднял фласку а что 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 здесь что он пик хир ой 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 что произошло что произошло у меня разлагала у меня разлагала у меня залагала у меня залагала и разлагала увидите сейчас кое-какая проблема у него варень коннекшен проблем но релокейт я думаю ты сейчас можешь сделать все будет окей бывает релоке маленький глюк да ну и дисконект дисконект нажал все правильно и нажал релокейт паникумент наводили в гейм нажал просто перепуге но я пока в радио режиме скажу я вам то что меня не дробно это хорошо что ничего не произошло там отдался нейтралом а этот самый мунда все у него сегодня отлично возвращается на линии мы ничего не пропустили это радует до пытается ничья попушить топ уже приходится хрипом са крит гоняет я взор а тел стоит под вышкой пытается фармить все ровно кабаны кентавры на все правильно стан пошел к нутеллу я за отгоняют крит сапогом урон сейчас пытается забрать кентавра забирать 7 6 золота достается здесь акс поджог синдрена но знаешь ли о гормага достаточно хопорегин чтобы не обращать внимание на то что он горит ну да в принципе можно можно и гореть можно и гореть да вообще это не напрягает что miracle в мидими 21 на один койку против него 20 на 0 то есть абсолютно ровно не идутся проблем могут быть у койку и у него гармора но это поразбат мид мирок вам элементарный просто просто соло фраг одесса на ноги до нога упоротый героев у которого очень много мармора и он может как бы там стоять и радоваться жизни себе ну блин если все равно нормор 2 вес как бы лупит тебя верхними нижними эта проблема вот стрела там сейчас кстати куда-то улетела и только это звук услышался у тебя на тоби просто был action и смотрим топ action и звук стрелы слышу что в общем происходит по прежде и уступил кезу уступил кезу это еще один прага тут же flight должен отсюда уходить от я надо надо уходить там она конечно не хватает но это просто разнос будет ходуке будет еще один ходуке через 4 3 2 1 задувай от ли но он успел скупиться на самом деле он за это время он сапог все купил ты в общем про хотя бы заработали то что начало она уже обесквораживающее для команды скейт гейминга уже сделали три фрага и мир около уже показал чтобы чувствовать суша где надо он и опять домой что ли отправил не анализ фармить они просто соло линии вот так вот решили здесь отдать полностью отдавать это мираклу это ошибка ну ошибка я сказал бы стороны ведь а что делать притащить такую-то энчан трассы пытаться ходу к хаду кинами и лимана бернам загоняется то есть ну взять гарпию штормодела и гонять отчет еще можешь сделать больше ничего ты не можешь сделать койку пришел на лайн получил два каста и ему надо отходить если еще выйдет час мон амон может выйти или он просто будет воровать фарма в чужом лесу для того чтобы койка вообще было некуда уйти ну вот скорее всего да это есть план но вообще тут уже очень много там с маке я думаю что не собираю я там контур смог идет там еще идет контур смог от команды скип гейминг и сейчас может быть очень неприятно для у джи да пошла атака на зевса далековато alder титан зевс раскастовывается получает танец фьюзра дроп сработали ну успеете как-то сайвануть зевса да успели за блестяще подкоп на развороте зевс раскастовывается еще две плюшки получить ульт нижняя miracle блестяще и еще и минус а горман блестяще отыграл elder титан ну и конечно же miracle на зевсе крит вообще великолепен вот этот слип вдвоем они так рядом стояли просто пошел подкоп и продолжение понятное дело зевс получает седьмой уровень забрал еще и ботал отпивается спокойно но на ботами уже нет руны тут нога сирена забрала инвиз ноги сирены все пока очень плохо шестой уровень руны инвиза талоны больше пока ничего ну блин на этой надо было рассчитывать вот последний пик зевс это конечно очень очень хорошее интересное решение осталось всего несколько не пикнутых героев вообще on plate heroes то есть ну аркварден понятное и не будет это блатикер кентавр это house night clockwork это гирокоптер джакира это лишь раклина точно будет ну кстати да это я смотрю только группу то что здесь еще не по у нас был неполно в карте некрофосом не найт devourer sf который тоже был вайлдкарде снайпер спектра течис тренд протектор рейс кинг варла который был вайлдкарды и визаж осталось ой койква койква кому больно 270 кп он убегает просто просто убегает возвращаться сейчас нельзя ты получаешь одну верхнюю регена нет надо что-то делать а куда уйти в лесочек дождаться пока те принесется еще одна фласка но маны не будет то что придет ставить тут на рептайды на иллюзии и и зафармить только маленький кемп стек ну ну а что еще делать что еще делать пока полностью переигрывает команду escape чемпионат мои проблемы с агрить успел прячься чтобы по нему не попасть arrow крутится на помда тыкают его или нет эра даже запускать стрелу не будет синдром тут очень сильно просел было бы хоть одно сейф т.п. могли бы про размотать маму ночи четко чувствовал ситуации он убегал за товар он опять-таки до последнего держал стики у нее там было четыре или пять зарядов но этого ему хватило для того чтобы пережить морфлинг но тел запрыгнул на кезу и оставил ему 300 хп в 1 у морфинга если что 56 на 27 крип стату ноутейла просто все шикарно ноутейл тут тут вот действует четко лучше прекрасно понимает что эта игра для них это обязательно программа это обязательные 20 которые надо делать если они рассчитывают на первое второе место в этой группе учитывая что у них как бы уже три поражения имеется что они сегодня сыграли swings в ничью 11 и у них еще довольно тяжелые расписание завтра как бы завтра им играть осталось еще против тенсии против navi нет не очень тяжелые расписание тенсии сильные как бы так что вот надо выигрывать здесь и на завтрашний день готовится от на два последних матча но уже это такая команда которая не будет экспериментировать всякими бэтрайдерами на керри и так далее они играют очень уверенно мы видим то что они берут хорошего керри героя который на любой стадии игры актуален прогоняют обзора получает сеточку miracle подвышка неприятно он на хосте идет верхняя совсем скоро будет не обзор уже отхилился и нет вряд ли вряд ли вряд ли не рассчитал немного дамы кстати его за это могут убить ой хорошо но вернулся от стрелы и кайка будет ли сетка сетку не качал ничего тут не будет и уходит отсюда miracle ну да потратил симону потратил ультимейт за зря но хотя бы показала своим тиммейтом где находятся соперники и поэтому могут и быть спокойнее ну в общем ничего супер критичного стянул еще с ботом это уже побежали все напомню за тем временем акс под фармин немного 7 уровень получил замечательный морфинг стоит настреливает по крепочкам 2 нет ворс на карте но тэйл с уровнем тоже все замечательно саппорта его не мешают как байра тоже фармит но эры там на 15 либо убитых меньше и добитых тоже на 15 меньше то есть уравнять по тму и морфинг и знаешь так себе так хотя в другой стороны видели мы уже на этом турнире несколько раз мирану которая такой тематич лютый вносит с саганимом а потом с кем-то из-за релом еще это вообще жуть конечно вот задумали грязный это синдерен походу приплыл морфинг может сюда прыгнуть что вообще происходит убивают а просто забрали это вообще нормально что просто-напросто репликейт три раза раскрутился и пять крипов конечно он раскрутился блин это нечестно это не надо убавлять шансы у репликейт чтобы хотя бы не так больно бифа тот репликейт это как-то ну чёрта что что такое я думаю что синдерон примерно также говорю что же это такое это же репликейт почему мне убивает логично мне ну то не знал что ты плаке не я думаю он понял ну так как раз напрямую когда проект выбежал он явно понял что три плеки можно было западить сначала настоящего выпускаешь выше репликейт и он дает сам в репликейт и ты такой хоп а грешу типа в хайлайты попал мир около в смолке на топе они очень хотят убить кезу 1000 пища к хп у хезу и надо помощь соло меркл не разберется синдерон 840 вот центр она будет немножко попрощена мэру хотят убрать хотят убрать яру надо его согреть согрел скрипом wave от морфинга будет ли адапте страйка пока не будет пошел лип на его можно догонять на самом деле мы спит то есть у акса не было блинка был бы блинк наверно убили зе улица не помогут был бы здесь меди верхней конечно бы хватило для того чтобы потом коллег блэйдом разрубить голову этому к этому коту но не было рядом не было рядом вроде ничего страшного на карте не происходит но при этом преимущество уже уже порядка 5000 по золоту и 200 тысяч по экспириенсу очень большин и форсу можно к 5 700 у него нет ворса и вот прям опять казалось ничего не происходит но уже правильно передвигается уже забирает разнообразные таргеты на карте уже забирает товар в миде уже постоянно напряжение держит все линии а вот и я обзор будет информить там точку лу в чужом лесу это это не прикольно и свинчи вообще ничего нет и вообще ничего нет сапог вин лейс поясы грыжные стики я не знаю как она будет здесь настреливать то что с 800 хп после верхней это просто еда для акса и спокойно забирает на стычка но tail сэрой на миснутый ладо все просто уйти но но ты лу можно даже не уходить он понимать что вряд синдерен сорян братан ну тут никак он не уйдет понятное дело в этих елках заблудился закупается сегодня 270 голды ему нечем закупаться он он просто медленно и спокойно погибает он не против бак становится паут очень грамотно играет мун он не использует агар конечно он зажал просто в углу он прекрасно понимает что никуда синдерен отсюда не уйти нет у него там гусов не прогрызь себе дорогу ничего абсолютно не сделаешь и вот он blink dagger на аксе хороший айтам позволит инициировать муну это шикарно я бы сказал и ну что и но тэйлу сейчас спокойненько что идет драки уши да у не сейчас хватает на ультимейтор уже после этой вышки линка не за горами то есть урор он сможет за и выйдет либо сетку захочет обзведи кстати может быть выход а что у фай с блинком нет флай еще далеко до блинка не пошли в смоке в инвизи на лоу граунде кстати если посмотреть есть центре стоял поэтому не получилось бы удивить пока очень очень спокойно и академично разыгрывают данную партию ребята из-за уже все правильно без ошибок без хотят забрать койку койква койква без липа что ли вот вкачал слип и успел кстануть его выхиливают и надо отсюда улетать а у нее т.п. нет есть есть передал передали передали ах как близок был сейчас мун чтобы сбить это т.п. но немного не хватило потратил он сейчас а горну и будет погоне каждый за и обзором но наверное стоит забить наш слишком далеко будет уже обзор в момент когда он до него доберется а в это время морфлинг встречает койку слип это уже нет уходит на реплики здесь морфлинг и оказывается возле лесных крипов не хватило там буквально полтычечки по ноги но кд слипа сейчас очень большой на первом уровне чуть-чуть остается до саккорда очень конечно хочет койква до фармить среди он сам будет попроще и оформить ему ли он все равно не даст нам будет иллюзии ломать на драйна моментально вышка на топе кабанчик катапульта пушат не спеша еще эра подошел помогает старштормом уэры point booster и став скана просветили сагрили у синдерена проблемы синдерен рассыпался синдерену гормак 5 уровня на 15 минуте я думаю он четко заберете звание булки на этом турнире но умирает он действительно очень часто умирает много 4004 у них всего один фраг я понимаю что ассистов не должно быть но и половина смертей команды на твоем счету это тоже немного странно вот последним количеством смертей кстати что интересно если брать только групповой этап то синдерен не входит даже в топ и то есть в ботом и скажем так он очень далеко несмотря на то что у него как бы по матчам 17 он там где там двадцать пятом месте с конца всего-навсего так что опереться и мог бы просто выпадаем на такие игры синдерена его сносит просто быстро ты не успеваешь много на умирать ну да у него пять с половиной смертей в среднем за игру этом турнире кстати что интересно лидером является товарищ мизери здесь на холстной потому что директор холст играет очень долгие игры и что интересно в топ опять находятся два героя два игрока команды тиньси и муж и по количеству смертей в среднем лучше не меньше всего умирает бульба и admiral bulldog это мы вчера еще будет бы самый большой когда да 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 но бульба сыграл мало матчей как бы был бы сыграл 4 матча admiral bulldog уже 8 и admiral bulldog идет на втором месте имеет две целых 13 десятых смерти за одну игру и спор идет на четвертом месте то есть бульба на работе спор просто очень-очень качественно показать показывает сейчас матчи что зайти хотят на хэграунд я не понимаю ну куда куда рано ну ничего чаши 100 в уровне 900 хп у гормак просто 5 уровня был бы дэмэдж по вышкам ну куда здесь был спорт появился там вот и нет людей не убивать могут тавра не убивать можно деньги на людях делать многие команды этого не знают но вообще можно зарабатывать деньги а гор пошел синдерена потащили нужен вейл просто проехаться и все он синдерен час погибнет туда стамы чуточку на морфин добивает его спокойно перекачку включает ну синдерен тут подставил ага и обзора подставился а вот он под силам конечно но не хватит этого до обзора должны добить очень спокойные два фрага очень спокойно и разыгрывает все можно отлететь ненадолго там кстати я там стать все это время на пытался койкова фармить кстати он у него скоро радианс койкова несмотря на вот полный ахтун несмотря на то что очень сложно играть он все-таки выносит награды на 18-митерами ну понятное дело что выносит он не участвует во всем этом его команду щемят у нее 010 то есть ну ладно я не буду говорить про фараги ассистов потому что всего один фраг сделан я про то что он даже не пытается дефать его команду сейчас убивают на т3 он фармит но странно было бы если бы он не выносил еще айтемы когда ничего не делаешь просто еще в лесу и бишь крипов интересный подход к игре если ты думаешь что ты вытащишь потом в 1 но я вот не верю что он вытащит вот на оптаж здесь я даже уверен что он не вытащит в 1 тут как ни крути я он конечно может очень сильно постараться но может стянуть я думаю затянуть может может затянуть до затянуть может вот выиграть не факт ну что же смотрим дальше дальше за игрой до 20 минуты все-таки наверное escape the gate до держится шутил что два по 20 вот мы видим несмотря на то что преимущество уже 8000 5000 середра дал станчик но и гнать кидать не стал уча закинул тролльсу надо бежать мне кажется в этой игре он вот прямо как ты правильно сказал супер сладкая булка вот это уже интересно у эры появляется ага ним хоть какой-то дэмэдж сейчас у них будет хоть какой-то да немного но он будет но это уже неплохо начало положено то есть есть старшторм и есть радианс уже хоть как-то можно ковыряться какую-то уеху выдавать начинается уж морфинга 2700 час он появится понятно что здесь он будет творить шотган после вейла я думаю без вариантов конечно это однозначно падает 2 и это последний таргет в игре то есть все вышки в принципе уже попадали остается только high ground ну и у марпа уже даже можно сказать и дэмэджа более менее есть как бы до 200 дамажа то есть можно уже бить вышку ну и это он будет делать на тут крипов быстренько позбревают здесь это мера к фото в дискорда делом так делать довольно просто мы продолжать продолжать сейчас надо йоха но это он и делает номера колыбу тоже с руки будет помогать приподняться надо акса грел снова синдерена будет ли вейл по-моему просто изничтожить слоу граунда да ладно неужели уйдет не ушел шлифануть ультимейтом зевс там они крачей вызвали эра пытается старштормом от пуши от пушит старштормом блин вот кайква страну 4 вышки мудрил сколько забрать за все это время но и только смертью синдерена обошлись 060 синдерен ухудшает свои статистику до выпечка года выпечка игры вчера великолепные midnight snack и выливы по моему синдерены делали ужасные были минусные были просто булки просто 9 видов булок но т.л. выходят не короче заканчивается по таймингу вот кабана можно было бы забрать все таки кабан дают очень много xp золото не так много вот experience он там сыпет порядочно вот-вот появится и зрел и вот после появления зрела шансов у синдерена уже нет выбор синдерена то точно но с другой стороны мы смотрим таблицам творца мы видим что миркл то идет на четвертом месте что и у под мы и у маги больше денег и это значит что вот эти два героя все-таки могут давать бой и не должны давать бой вообще должны вообще с этим никто не спорит то что они должны давать бой другое дело то что пока в осаду играет олджи а escape gaming играют с позиции защиты даже не думают о том чтобы куда-то выйти не предпринимают ничего для того чтобы кого-то и убить преимущество олджи на данный момент около 8000 по золоту по xp семь с половиной пошел рошан ну логично забрать аегис на аксель нутейлы не столь важно главное заиметь две жизни с помощью которых можно пытаться зайти на хайграунд и рошанчик падает вам нутейл хочет забрать да аегис для морфлинга тут же покупается гост я так понимаю и он уже может вылетать марку сектор энд спасается бегством правильно делает что у него не задалась игра 5 до в очередной двадцатитысячный раз умирать конечно же не хочется преувеличил конечно с двадцатитысячным разум не сморно за всю историю доты может и больше может и больше хотя если средние 5 куклы от ногу на сыграл очень много сыграть я думаю вряд ли он столько прям раз умер это over много хотя со всеми бабами я думаю может за глаза может быть да то его знает это же эту не участку и когда на интернет что ли где надо играть аккуратно а теперь представь если вы ничего не издержит его не остановить там просто полу и видят я ну ладно тролль очень много времени комментировал не играл потерял шанс добраться до 20000 смертей но все еще впереди что сморфа егис есть и zero есть линка есть давай вперед пуш кому он лет сдует я но они не спешат и правильно делают как вы горные вопросы таки нога с диффузами и прочей гадостью может быть нормально пилит она будет проблемной но с другой стороны все остальные будут просто разваливаться очень быстро и придется справляться только с ногой но т.л. включил перекачку выживает выживает и надо бежать вот как больно эра делает а он попал стрелой дать и стоит отметить это как-то не сказали два старых друга два тиммейта из бывших на тихо вообще-то та самая связочка друзья закадышные но вот сейчас играет друг против друга мир доты тесен до он подталкивает мидал по потом у крит крипов пытается убить и уже есть и он не 2000 на руках все вообще замечательно там крик скипит эра останавливает крипов в иглу поэтому придется заходить по ботому мир руна регина поэтому он готов щас ману потратить переманили так от маза прогулок получила немножечко от мординга демиджа как немножечко туда бы залетел какой-то палец и меркл дал бы ультимейте думаю что под могу погибло ну да на данзам и главное что крипов и убивали мы видим что план как отбиваться есть на этот дефолтный план который за блинковый спотма старшторм и делает leap out он хорош но можно можно поймать хекс и кашу блин куфир ой у флая замените рядом арома блин куфлая щас быть очень осторожным продаем у нас ра не успели согреть и звери далеко пошел но ты взорвали в итоге по тумба и бак есть на выкупаться конечно же не хочется им петрус залетает но ты ла но он перекачивается не короче оставляет его практически без маны придется от этим о чем ты говорил конкретное произошло просто-напросто его поймали за риал вы ультом зиса добили сейчас откуда от морфа 3 геница и вернется на свой репликейт и собственно драка продолжится так и будет морф перекачался снова в ловкость чтобы опять кого-то взрывать отбиваться тут escape могут могут какое-то время но какая вероятность того что вот эти вот все попытки отбиваться им что-то принесут не знаю на самом деле то есть если в это время будет фармить нога это одно это бонус если нога в это время тоже будет отбиваться из памяти иллюзиями на базе то это ничего не летом что у них будет себя выстегивается один герой так тут койку разминают мир и кого прожимает хасту щас помо заставит прожать лип доставлять прожать лип это уже неплохо на самом деле на хайграунд куда проще зайти когда нет слипа знаешь что fight не остановится в любой момент 2 800 у мординга ему кучу яшу вместо иди сейчас возможно возможно пока тревола появляется у ноты чтобы быстрее лететь на потом он оставляет себе появление артефактов на ловкость либо на либо на живучесть либо на что такое плавится да тоже отбегает нет с первой попытки решили уже не стоит утром сейчас ломиться в хайграунд соперника вообще не летятся на ботом они все летят на ботом и помог хотят ломиться вы морфа забирает кабанчиков крипов рассыпали иллюзии быстро поубивали то иллюзии составляют проблемы с точки зрения миссов но понятное дело что какой-то там дэмэдж и так далее наносит а к тому же есть репликейт нагида вот это самая большая проблема шаг нет будет что смотрим в марфа пошел зарил эра взорвался ай-яй-яй как же так но на самом деле под матча должна понимать что и надо обзаводить с кем-то статами но т.л. заканчивается действие аегиса запрыгивает кезу можно рыкнуть и рычит на но тело как бы подсевить агр пошел кезу рассыпался моментально борозда который отгоняет отсюда синдерена но выкупилась выкопилась мирана и зевс отлично добирает и обзоровые обзора байбака нет также как и у кезу а ну и скорее всего сейчас будут выпадать первая сторона хотят уходить берна тачки товар колбейший тотальная доминация команды олджи ну вот причем играет значит играет так спокойно что даже допустить ошибку не могут принципе ну что играет спокойно без вот этого ела полетели под фонтан а если там он прыгнул чуть-чуть видел что не допрыгнул не до кого-то тут же разворачивается то есть нет вот этого вот непонятных забегов отходят отходят видео то что трудновато сбрить барак а слипочная от новой квир окла будут бить стрела по треймер колебны от моно и тоже начинают разваливать будет ли вы но т.л. просто уходит спасается и обзор боже личная игра тоже флай боже это хайлайт это вау вот 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 так надо играть вот это дотари это как же это было красиво это реально дота вот такая дота должна быть на интернешнале постоянно все команды должны такое делать все ни одна команда лучше а все команды которые попадают на интернет как же это было красиво чтобы ли он прыгнул и прикрыл своего тиммейта телом и тут же тут же в троих агр блестящий просто блестящий флайк такую игру действительно ты права это интернет такую игру приятно смотреть за такую такую команду приятно болеть это вот профессионалин ты видишь что в игре можно сотворить какие-то мелочи на которых строится по сути вся игра это не невероятно круто так синдрен рассыпался демнейтинг от но ты лов продолжает отстреливать таргет которые загулялись да но тут убивает действительно чуть ли не всех сейчас и но это проблема проблема серьезно уже на 4000 денег больше он мира клача муэры но и на низ на низ но тел должен наверное побежать там вообще крипов отпушили можно и по медлу зайти тут т3 правда фуловые не так это просто пошли иллюзии акции которые сейчас закрутят крипов но ты л дофармливаете так понимаю блэкинг бар которому пригодится карачи слишком сильного кара да да и действительно без мануен остается надо постоянно уходить и учитывая что как бы лучше как не крути именно под сейва конкретного не да там типа что убьем на ворокном fly так справлять лай справляется до вратарь вратарь до ловец как там гарри поттер это назывался ловец я часто видишь ну к видишь то игра ловец так и называлась да в английской версии кейчу я не помню как это было в ловец 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 и за ой братом ты ошибся а вот и настоящий агар под лайк милом размотал от на бой обзор огромные проблемы тоже развалился интернет тайцы уйти не успели его подцепить не видно было его спрятался в онлайте который раз уже монт прыгают твоих трех героев и который раз они подставляют спадает очень круто играет синдрен подставился начинает его разваливать подкоп мировой марл до моего рейн ботан я не будь от вечно прикрывать вообще ты сказал миндейл это все и про закончился это пальца эра тут отбивается по стандартам вот этого накатанному сценарию суши полчаса продержались escape гейминг как бы продержись еще минут 20 может нага бы стала сильнее но на этот раз мир около вернулся prediction correct просто вела взял и ты постричь и сделал угадал 4 prediction из четырех делай скриншотик стать на аватар просто поставил а у джиу джи но ты внутрь и лоджи легкая победа я взор выжил отчетом и взорогр club ну довольно довольно мощная оказалась свеча ару улетели да помучится еще немножечко escape в том плане что мы прекрасно понимаем что вряд ли эту игру получится у них как-то перевернуть и выиграть 99 процентов на нее не выиграют не трудно будет трудно то есть бодаться да потому что есть чем есть нога есть у гормак есть без мастер сами топориками смог прожимается пытаются кого-то найти рисуют но спалили сейчас волк они просто очень грамотный как же но как они это делают они выигрывают 21 2 и не езают именно туда куда надо скан а тут можно крикнуть оттуда да ну не надо муна а вот и маслинг я за и зрел развалили птичку забрал и можно идти дальше а вот он и крит дает vision погоню за и обзором я обзора могут найти агр но не сглазина прыгнул немножечко муминдор в общем опять таки все сделано круто стягивается уже сюда пошел еще кто-то смог причем показывается но тэйл активно на виде чтобы койку не боялся появился у потом и пошла что убирать с одного из верила неприятно сделал ты паут койку он тоже понимал что его уже здесь ловят у него кстати почти готова актерин корр ну а здесь проблемы у т3 тавра помиду и зайцы партификация минус я обзор мы так у нее нет но удалил слеп должна запрыгать стопа тма пошел а ромер каю он заведел там не за тайм или там не за тайм или вы пошел синдром еле живой 1 лопнули слит надо было отжать чипси пара гега 26 2 блестящий уже ну просто без 26 2 на самом деле близко было к тому чтобы вообще без смертей закончить 4 prediction за труд я да я из этих из этих до в итоге уже показывают в очередной раз нельзя сказать что просто показывать действительно в очередной раз показывать первоклассную доту действительно доту которая должна быть если это признавать киберспортом профессиональным занятием вот так должны играть профессионалы как играют уже это факт да это было действительно красиво это было хорошо ну и посмотрим как это будет на второй карте уже против escape 2 карта очень скоро далеко не разбегайтесь мы вернемся через 10 минут а пока смотрите наши другие трансляции